здравствуйте дорогие друзья вы на канале у светланы луди сад сегодня с дозором обхожу владения свои что называется потому что оттаял основная масса снега стаяла и я уже могу ходить вот грядка с чесноком показывала осенью как я ее сажаю замульчирована была она в основном бархатцами растениями я сняла эту мульчу знаю что многие не снимают но я снимаю не могу чтобы мульча вот это было быстрее земля прогревается как сняла мульчу сразу уже видно что всходит чеснок вот весь 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 показался чесночок вот зубчики видите беленькие прямо рядочки стали видны ну а все мульчу я складываю под кусты иду в основном то делать что сегодня обработать кусты смородины кружевника первую обработку у меня есть такой отличный препарат который называется сейчас покажу вам препарат дынок двойной удар почему называется двойной удар потому что сразу же действует от болезней от различных болезней действует как инсектицид и как фунгицид лечит защищает вот написано видите яблони грушу айву абрикосы персики вишни и черешни сливы крыжовник смородин от парши манилиоза кладоспариоза какомикоза курчавость антрактоза дальше не буду писать то есть широченный список вот действия и акарицид уничтожает клей клещей особенно почковых которые на смородины щиток щитовок который тоже на коре медианицы других сосущих и листогрызущих листогрызущих нет а сосущие могут быть тем более почву оттаивает и выходит выходят все вредители на поверхность то есть вот такие это не обязательно дно если другие препараты и щите которым не надо 2 ампулы растворять сразу одну и все от видите обрабатывается до распускания почек или после опадания листвы это осенью поэтому я заодно осматриваю как перезимовали мои кустики и заодно вот уже с опрыскивателем буду обрабатывать вот эта смородина вот эта смородина белая прошлом году только была посажена поэтому еще приживалась я это переживала что то что снега у нас было два метра думала что ну все переломает вот у крыжовника видно что веточки тут надо еще подрезать обломались тоже молодой крыжовничек в прошлом году привезла в тверской области а этот черный негус большущий куст черный крыжовник сладкий вот он ничего но может такие веточки тоже сейчас пройду секатором поломаны но в принципе он выдержал прекрасно жималась была вот такие два огромных шик куста просто их было не видно они лежали вровень с почвой вот встали кусты очень старые в этом году осенью я их отсюда уберу посмотрите они уже как деревья красная смородина мы вырезали своих два старых куста очень старых и вот сейчас это смородина дает поросль но еще плодоносить наверное не будет вот так и вот так видите обновление кустов произошло здесь две сливы все нормально перезимовали это сливы такая мелкая синяя слива но она очень сладкой плодоносит замечательно а эту сливу я купила наверное позапрошлом году слива евразия крупная слива но вот основной стебель не пошел в рост вдруг засох но ветки пошли снизу после места прививки видите прививка внизу вот там а эти хорошие ветки пошли вот я немножечко формирую но не понять пока что получается за куст здесь тоже куст смородины черный уж достаточно такой взрослый тоже надо омолаживать или сажать новый две вишни прекрасно перезимовали тоже были просто наклонены я смотрю что очень много цветочных почек вообще жду урожай тут два куста смородины вот эта смородина лежала вся в ровен с почвой я уж думала точно она вся обломается но ничего отряхнулась и вроде как стоит здесь тоже вишня и вот в прошлом году с этой вишни и и доченьку отсадила вот сюда получилась такая хорошенькая вишенка и осенью посадила два новых куста на ярмарке купить на ярмарке купила белорусская сладкая вот маленький кустик но весь уже весь уже молодец такой в почечках а это я свои череночки посадила у своей смородины ну к тому же оттаивает клубника вот эти две грядки второй год будет урожай второго года видите перезимовала уже вижу что хорошо сейчас еще чуть-чуть пройдет времени подсохнет и буду чистить а вот эту клубнику я сажала осенью показывала вам как делала гряды это и это ну тоже вижу что осенняя посадка но клубника выглядит замечательно как будто даже не осенняя посадка а уже второй год клубники вот еще там и снег ведь утекается лежит но тоже вот маленько просохнет сейчас обветрится и буду чистить и в клубнике вижу уже везде 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 показывается чеснок я всегда по молодой клубнике сажают чеснок вот как и ему здесь на укромном материале тепло очень много влаги очень много питания ну потому что здесь закладка была органики очень большая и сейчас я еще клубнику буду подкармливать органом минеральном удобрении гумиоми для земляники клубники поэтому здесь шикарный вырастает чеснок и вот разница с грядкой очень очень даже сильная но сейчас еще покажу вам черную смородину и заодно и сама посмотрю вот еще видите в тундре тундре еще лежит снег вот тут два куста смородины называется богатырь по моему вот ничего перезимовали и вот эти вот круги которые покупал магазин светофор принципе недорого стоит пусто держатели мы удивляемся с мужем что они выдержали весь этот снег ну вот уже на почках поэтому обработку надо надо делать и красная смородина куст ну вот так вроде все вроде все хорошо никто не помнит что называть все хорошо самое-то главное я сюда пробралась чтобы посмотреть на молодую яблони в прошлом году посаженную весной самые вкусные яблоки в мире как я говорю дай бог вот так дай бог чтобы было именно это яблони это яблони называется пеппин шафранный вкуснее яблок я не ела никогда в моем родительском доме эти яблоки занимали самое первое место единственное что редко встретишь этот старинный сорт пеппин шафранный яблоки зернистые такие плотные винного вкуса кисло-сладкие ну я уже сажают четвертую яблоню с этим названием но вырастают пока непонятно какие пеппины ну и так сейчас начинаю обработку своих кустов и вы не забывайте пожалуйста яблони вишни сливы яблони вишни и сливы я буду обрабатывать немножко другим препаратом который называется строби все-таки он мне больше всех нравится яблони спасает от парши на сто процентов убедилась на себе и вишни и сливы спасает от маниального ожога инфекционного заболевания от которого у людей вообще полностью пропадают эти плодовые деревья не ура вот там балуется бегает уже по грядкам скоро я ее так просто гулять отпускать не буду потому что вот она видите что делать нюра нюра нельзя там ходить вот так сейчас пройдет своими лапами чуть-чуть покопает а нюра нюра не то чтобы копает она еще тут кое-что придумала ну так что иду обрабатывать вот так происходит обработка тоже желательно чтобы побольше спектр обработки я еще видите под кустами не снимаю мульчу а а почему не рыхлю ничего чтобы пока вот все те товарищи которые живут вот под этими листьями не успели вылезти на поверхность вот где замульчирована у меня долго лежит вот по такой мульчой только после того как начнут вот здесь вот образовываться первые конусы листиков ну попозже даже в середине мая я буду сюда производить подкормку только тогда уже здесь немножко раскопая пока пусть сидят внутри еще не забываем обрабатывать такие кустарники например как сирени потому что сирени последнее время тоже очень сильно болеют во всяком случае у нас это видно и ржавчины болеют и другими вирусными заболеваниями видно какие они все искореженные цветение не очень хорошее поэтому я обязательно обрабатываю еще и сирени и там например и чубушник обрабатываю кого еще там у меня есть вот эта сирень так как она называется уже забыла очень красивая есть белая сирень обычная калина бульданеш вот тоже все эти кустарники необходимо обработать как бы предупредить развитие болезни вот так вот обработала весь сад останется только обработать потом плодовые культуры но чуть попозже что называется по зеленому конусу когда треснут почечки и появятся оттуда маленькие зачатки листиков а ягодные кустарники вот декоративные кустарники я обработала теперь еще обработаю хвойный уж показывать не буду хвойный тоже обязательно нужно потому что в шестнадцатом году у нас страшно сильно болели хвойные вот шииты и другими болезнями поэтому я с тех пор обрабатываю хвойные обязательно чтобы они все-таки выглядели более здоровыми ну и еще погодка шепчет у нас более менее тепло ну как сказать солнечно хотя бы вот так бы я сказала ветрено конечно но ветра у нас будут всегда и подсыхает наш огород вот на этом месте я сейчас показываю еще буквально вчера был последний снег но у нас песчаная основа земли почва вернее песчаная поэтому нас моментально делается сухо не знаю хорошо ли это или плохо то есть ну никакой грязи нет поэтому ну что уже вот грабли взяла и теперь следующее дело будем все вычесывать я никогда не убираю хосты листья осенью ну не обрезаю вот она видит так выходит под зиму со своими листьями даже с палочками со своими ну вот эти хосты у меня цветут например а сейчас это очень легко просто одной рукой мне неудобно я сгребу сейчас граблями это старые листья все листья уйдут как мульча под пусты смородины которые только что вам показывали видите еще позавчера здесь толще снега лежала а хосты уже вот показали свои носики вот видите я выгребла вот так прям под снегом растут все равно природа берет свое и сейчас пойду вычесывать газоны вот эти вот старые все траву старую и зимовало вот таком состоянии потому что вот здесь например уже вот у меня какая красота заодно вот видите из под толще пробиваются тюльпаны там мускарики вот там тюльпанчики поэтому надо срочно убрать вот этот сухой лист все-таки дать растениям жизни отсюда вот какой пейзаж вот какой пейзаж надо срочно срочно аккуратно чтобы не сломать вот буду чистить буду чистить примерно два дня ну и в завершении хочу показать классную вещь какой я купила фикс прайсе вот такое ведро называется или как-то выкинул этикетку мягкое большое ведро но я называю big mac то есть большой мешок посмотрите он тут с портом там вставляется такой корт именно для сбора листьев слушайте чудесная вещь правда ну вот например у меня участок большой листва листы и трава листвы и травы будет много поэтому очень удобно собрать вот корт видите там вставляется такой поэтому пока держится и за ручки можно вынести вот так или вдвоем там стачки все это может выдуваться например а в этом мешке очень удобно слушайте классная вещь вот не помню сколько стоит то ли 90 то ли 50 рублей посмотрела в магазине понравилось и думаю что мне теперь послужит так что обратите внимание фикс прайсе если нужно садоводом такой большой такая большая сумка ведро мешок в общем как то так спасибо всем за внимание вы были на канале у светлана воде сад всего всем доброго